Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на всероссийской акции по уборке водоемов и их берегов. Вода России, которая проводится ежегодно с 2014 года Министерством природных ресурсов в рамках федеральной целевой программы развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-20-х годах. Сегодня акция пройдет в формате экологической игры с селективным сбором вторсырья. Мы за чистые кундуки! Площадкой для проведения стало поистине уникальное место – Романцевские горы в деревне Кундуки. Выработанные карьеры Ушаковского угольного разреза – одно из самых красивых мест Тульской области, которое притягивает отдыхающих самых разных уголков нашей страны и за короткий срок стало визитной карточкой региона. В 2018 году, после проведения серии эколого-просветительских мероприятий, ей был присвоен статус особо охраняемой территории местного значения. Таким образом, в регионе была создана первая особо охраняемая природная территория местного уровня. Развитие данной территории включено в стратегию туризма Тульской области до 2035 года. Ну, а что же такое чистые кундуки? Это девиз, с которого в деревне Кундуки начались глобальные перемены. Это не просто субботник, это командные соревнования по очистке загрязненной территории с селективным сбором отходов. Организатором сегодняшнего мероприятия выступает Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, Тульская региональная общественная организация «Экологическая защита» и Администрация муниципального образования «Узловский район». Для приветственного слова я приглашаю к микрофону Министра природных ресурсов и экологии Тульской области Юрия Юрьевича Панфилова. Всем добрый день, приветствую вас всех в «Узловском районе» в Кундуках. Поистине такое легендарное место Кундуки. По праву это природный заповедник сейчас. И это такой уникальный заповедник, который появился благодаря человеку. Было сказано, что это уже угольные шахты. И стал природным заповедником, стал уникальной изюминкой Тульской области, о которой каждый день узнает все больше жителей России и не только России. Каждый день сюда приезжают туристы со всех уголков и Тульской области, со всех уголков России. И каждый день здесь, конечно, образуется больше мусора. Мы совместно с рехоператором, который обслуживает эту территорию, поставили здесь контейнеры. В планах у нас здесь обустроить контейнерные площадки по всей территории Кундукова. Сделать дороги, парковки и дальнейшее развитие данной природной территории. Поэтому всем желаю сегодня успехов в наведении порядка на этой территории. Ну и всем удачи. Спасибо. Слово директору Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Роману Борисовичу Минухину. Департамент государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России. Собирать стали больше. Но больше стали собирать не потому, что больше мусори, а потому, что стало наше движение активно развиваться. Действительно, в рамках федеральной целевой программы это движение начиналось. Программа в 2020 году заканчивается. Заканчивается она в целом успешно. Но наше движение не остановится. В рамках федерального проекта о сохранении уникальных водных объектов мы будем продолжать и дальше развивать волонтерское движение. А статистика говорит о том, что несмотря на то, что движение растет, мусора на тех же мероприятиях, где уже единицы не проводились, становится с каждым разом все меньше и меньше. Поэтому давайте и дальше, помимо уборки территории, еще и прививать бережное отношение водных объектов. Всем спасибо, всем удачи! Слово советнику руководителя Федерального агентства водных ресурсов Илье Андреевичу Распаш Добрый день всем! Рад приветствовать вас! Как всегда, традиционно, приятно видеть ваши лица, улыбающиеся, с хорошим настроением, и слава богу, и погода разгулялась. От лица Федерального агентства я хотел бы сказать вам всем спасибо. Вы те люди, на которых стоит опираться, и те люди, которые являются примером для тех других людей, которые здесь полеганят, оставляя мусор около исключительно красивых озер. Это место из года в год приобретает огромнейшую популярность. И так сложилось, что и мы здесь довольно традиционно, уже, по-моему, четвертый раз проводим эту акцию. А надо сказать, что количество людей и количество отдыхающих только пребывает. И вот мы поговорили здесь с коллегами, и были здесь относительно недавно, просто с таким частным визитом я приезжал. И вы знаете, удивительная вещь, мусор все равно остается. Я прошу вас всех своим примером рассказать, что вы делаете, зачем. И давайте дружно сохраним этот уникальный, по сути, водный объект вместе. И действительно, ну, сделаем так, чтобы здесь было чисто. А собираться мы здесь будем, послушать музыку, провести хорошо время, отдохнуть. И я очень надеюсь, что через какое-то время мы действительно, ну, не будем брать в руки эти мешки, перчатки. А действительно, будем наслаждаться своей истинной красотой этих мест. Спасибо вам еще раз. Спасибо большое. Спасибо вам, Илья Андреевич. Я попрошу вас остаться на сцене, а также приглашаю на сцену Романа Борисовича. Дело все в том, что на территории Тульской области очень много активных участников и организаторов природоохранных и экологически-просветительских проектов, которые не перестают вносить огромный вклад в охрану и сохранение Романовских гор. И в этой связи хотелось бы почествовать этих замечательных молодых людей. Итак, почетной грамотой Росводресурс за развитие волонтерской деятельности, экологического просвещения населения и активное участие в защите водных ресурсов награждаются Николай Николаевич Шушлебин. Николай Николаевич, просим вас подняться на сцену. Давайте поддержим бурными аплодисментами. Спасибо. Награждается Сергей Валерьевич Лукин. Сергей Валерьевич, мы ждем вас на сцене. Они на ответственном задании, поэтому я им все передам. И Сергею Валерьевичу, и, наверное, всем другим сотрудникам, которые будут отсутствовать. Спасибо большое. Ольга Владимировна Чернецова. Давайте, давайте бурными аплодисментами разомнем свои ручки. Отлично. Почетной грамотой Минприроды России за плодотворное сотрудничество в решении природоохранных задач и большой вклад в пропаганду бережного отношения к водным ресурсам и формирование экологического сознания подрастающего поколения награждаются Вадим Владимирович Баранов. Роман Валерьевич Грачев. Сергей Владимирович Пак. Ну что ж, давайте мы еще раз поблагодарим наших замечательных людей. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Спасибо. Спасибо. Ну, а сегодня, кроме нашей основной цели, а это соревнование «Вода России», для гостей совместно с Министерством спорта Тульской области мы приготовили нас встреченную спортивную, развлекательную и концертную программу. Продолжение следует... Продолжение следует...